Мы продолжаем цикл занятий по профилактике и лечению бронхиальной астмы. Мы с вами уже знаем, что бронхиальная астма – это тяжелое хроническое заболевание, в основе которого лежит воспаление в бронхах. Течение астмы тем тяжелее, чем сильнее это воспаление. Каковы же первые признаки заболевания? Как заподозрить недуг? Как проявляется астматический приступ? На эти и другие вопросы мы ответим сегодня. Итак, продолжаем разговор о бронхиальной астме. В студии у нас Елена Поступаева, врач-иммунолог-аллерголог Краевого центра клинической аллергологии и иммунологии Краевой клинической больницы. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, проявление бронхиальной астмы. Сегодня продолжим разговор. Вот я сейчас хотела продолжить определение, которое вы дали бронхиальной астме. Воспаление. Заболевание – это воспаление. Но чтобы наши зрители не путались, это не то воспаление, воспаление бактериальное или вирусное, которое приводит к развитию, предположим, пневмонии или, предположим, бронхита. Бронхиальная астма – это так называемое аллергическое воспаление в большей части фенотипов бронхиальной астмы. И в этом случае, когда у предрасположенного человека, у атопика, начинается бронхиальная астма, здесь происходит следующее. У нас в подслезистом слое находится огромное количество тучных клеток. Они в себе несут гистамин, и если происходит фиксация на этой тучной клетке комплекса антитела и аллерген, то происходит выброс из этой тучной клетки гистамина. Гистамин у нас ответственный за привлечение в очаг воспаления клеток воспаления. Это цитокины, интерликины и множество других клеток. И они обеспечивают клинические проявления в виде приступа удушья. Это не та отышка, которая характерна для пациентов с Хобл. Это развивающаяся чаще внезапно или на фоне респираторной инфекции быстрое затруднение дыхания, которое сопровождается свистами в груди при дыхании, кашлем, отхождением мокроты, часто слизистой такой, прозрачной. Какие-то пациенты говорят, что это от какие-то прозрачные червячки, жгутики откашливают. Ничего себе. Это связано с тем, что на фоне работы вот этих биологически активных клеток, биологически активных веществ происходит гиперсекреция мокроты. То есть вот у нас три компонента формирования бронхиальной обструкции при бронхиальной ястме. Это спазм гладкой мускулатуры дыхательного дерева. Это гиперсекреция мокроты, то есть это такая водянисто-слизистая прозрачная мокрота, которая забивает нижние, мелкие, средние, а затем и крупные дыхательные пути. И отек подслизистого слоя, потому что гистамин привлекает вот как раз и провоцирует отек. Исходя из этого, из этих трех патофизиологических компонентов и строится терапия бронхиальной ястмы. Но хочется сказать, что пациенты не всегда с первого эпизода обращаются за помощью. Россияне думают, что пройдет сама. И вот чем дольше это атопическое, аллергическое воспаление течет, тем сильнее формируется необратимое изменение в слизистых бронхов с формированием так называемой необратимой обструкции. То есть сначала можно отыграть, а затем у длительно текущей неконтролируемой бронхиальной ястмы формируется компонент необратимой обструкции, которая уже не реагирует на бронхолитики. Поэтому очень важно рано, максимально быстро обращаться для того, чтобы была адекватная терапия. Ну вот если мы говорим о том, что у бронхиальной ястмы бывают приступы, можно ли чуть подробнее, что может спровоцировать? Как понять, что это приступ, а не просто что-то более легкое? Ну вот исходя из фенотипа бронхиальной ястмы, вот такой приступ удушья, внезапная затрудненность дыхания может развиться у пациентов сенсибилизированных, то есть имеющих аллергию к аэрополитантам. Это домашняя пыль, клещи домашней пыли, библиотечная пыль, эпидермальная сенсибилизация, когда идет речь о контакте с нашими домашними питомцами. Это и птицы, и млекопитающие, это кошки, собаки, кролики, хомяки, весь перечень по списку. К сожалению, это и змеи, это и тараканы, потому что хитин очень часто играет свою роль в сенсибилизации. Это и рыбы, но не рыбы как существа, а корм, который используется для рыбок, а там ракообразные дафнии. Это тоже вот такая реакция. Кроме этого, мы можем отмечать реакцию в виде неспецифических триггеров. Это изменение погоды, это изменение атмосферного давления, влажности воздуха. Кроме этого, это физическая нагрузка. В частности, физическая нагрузка такая кардиальная, которая связана с частым дыханием. Особенно это касается вдыханием холодного зимнего воздуха. При ветре, наверное, да? Это могут быть респираторные инфекции, которые повреждают рецепторный аппарат слизистый, и он становится очень чувствительным. Даже к движению воздуха по воздухоносным путям дополнительно вызывает отек слизистый. То есть, исходя из перечисленных вот этих триггеров и причин обострений, мы стараемся и профилактировать возможное обострение. Ну вот, если говорить, что важно сегодня еще, да, вот в этом контексте сказать, если мы говорим о профилактике, можем ли сказать об этом несколько слов сегодня? Да, конечно. Если, как наиболее частая причина, это сенсибилизация аэрополитантами, это бытовые, эпидермальные и пыльцевые. О пыльцевых мы достаточно часто говорим. Это ближе к лету, и сейчас у нас пыльцевые в нашем регионе незначимы. Если это, конечно, не какое-то цветущее домашнее растение. Но вот пациенты часто жалуются, сейчас уже реже, потому что ушел из моды такой цветок циперус. Это как тропический, он достаточно сильно пылит и цветет как раз в зимний период. Да, вот этот цветок обязательно нужно из дома удалять. А для зимы характерно это бытовые аэроаллергены, это клещи домашней пыли. Домашняя пыль как такова, и библиотечная пыль. Он сейчас поменьше, но в жилищах пожилых людей, более таких, там, где есть библиотеки, и книги не закрыты. То есть нужно держать жилье в порядке, пылесборники убрать, ковры со стен с пола убрать, домашнюю мебель подвергать клининговой чистке. Это профессиональные пылесосы с глубокой очисткой. Это вот профилактика шторы, стирать хотя бы три раза в год. Поэтому, исходя из этого, лучше все-таки иметь такие шторы, которые проще подвержены обработке. Сменить постельные принадлежности на гипоаллергенные, но не латексные. То есть это синтепон и другие наполнители. Мне кажется, еще вот, если мы затрагиваем тему гигиены жилья, то есть, может быть, что делают неверно, когда мы сушим белье, например, в комнате, в квартире. В комнате, на батарее. Да, вот с одной стороны, ну у нас же сухой воздух, да, белье высыхает, воздух становится влажным. Вот к этому как относиться? Не стоит это делать? Сушка белья на батарее приводит к повышению запыленности помещения, потому что те материалы, текстильные, из которых сделаны постельные принадлежности, при этом значительно пылят. Повысить влажность воздуха в помещении мы можем или увлажнителем воздуха, или если нет финансовых возможностей, хотя бы на батарею, на всю длину батареи, да, ставить плоские контейнеры, заполненные чистой водой. Поэтому повышать таким образом мы снижаем качество воздуха в помещении. И вот еще один момент тоже касаемо гиены жилья, нашего постельного белья. Многие хозяйки используют кондиционер для белья. Вроде бы как он делает белье мягким, ткань такой более приятной на ощупь. Вот тоже может ли это вызывать определенное? Кондиционеры для белья добавляются в последний цикл стирки. Далее не происходит прополаскивание белья, поэтому дополнительно повышать, изменять состав воздуха, дополняя его химическими элементами кондиционера, мы усиливаем. Я хотела бы немножко предостеречь от опиков от использования вот этих аромасистем, когда мы палочки ставим в ароматическую жидкость. Или ароматические масла, да? Да, ароматические масла. Для людей, не страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей, это допустимо в определенных, допустимых концентрациях. Но если это атопики, детки, лучше аромакомпозициями не пользоваться. Потому что это может дополнительно с одной стороны раздражать дыхательные пути, а с другой стороны, ну, также вызывать сенсибилизацию. Вот если еще касаемо гигиены жилья и наших постельных принадлежностей, вот как-то мы говорили с вами о том, что сейчас такая тенденция, что специалисты не рекомендуют белье утюжить, гладить, да? То есть вот если оно высыхает, постельное белье, я имею в виду, то вот просто его как-то ровно высушивать. С чем это связано? Действительно ли это так? Ну, это уже связано не с верхними дыхательными путями, а с состоянием кожи. Потому что, когда мы заглаживаем волокна нашего постельного белья, ткани, то здесь изменяется, в общем, хуже происходит и впитывание пота, поэтому, ну, все-таки специалисты склоняются к такому решению, что лучше после стирки встряхнуть белье, его разгладить, сложить в стопочку, придать ему, в общем, такое, а после ровное состояние, а после этого развесить, и уже тогда, когда мы снимаем, необходимости в глажке этого белья нет. Мы экономим и время, ну, и не нарушаем гигиену во время сна нашего. Елена Геннадьевна, вот мы продолжим разговор о бронхиальной астме в следующих наших программах. Нам еще предстоит узнать, наверное, о методах лечения, да? Конечно. О способах доставки препаратов. Что будет дальше? Мы разберем те препараты, основные группы, которые используются для терапии бронхиальной астмы, и средства доставки. Ну, и как отдельная передача хотелось бы поговорить о модификации средств доставки во время обострения. И отдельно показать, потому что сейчас эти средства, они, в общем-то, в широком доступе. Но не все правильно пользуются. Но не все правильно ими пользуются. А тогда получается, что результата не достигается. И иногда это даже отрицательный результат, когда пациенты в неблазеры наливают масляные смеси. Это вообще категорически запрещено. Ну, об этом в наших следующих программах. На сегодня ставим точку. В студии у нас была Елена Поступаева, иммунолог-аллерголог Краевого центра клинической аллергологии и иммунологии Краевой клинической больницы.